сайте как cooltext.com ссылку я кину конечно же в описании сейчас сразу скопируем ее чтобы вы видели значит легче всего будет вам через google заходить на этот сайт то что здесь можно перевести он сразу автоматически спрашивает и вы если есть желание например прочитать что-то переводите и прочитаете что это такое вот прохладный текст бесплатно тут он переводит в именительном так что некоторые слова могут быть переведены не так ну принципе смысл я думаю будет понятен ну принципе приступим например нам нужно ну давайте вот скачаем картинку любую так картинки яндекс давать заходим может немножко подлагивать у меня просто идут работы почти завершено принципе поэтому скоро будет все работать плавно компьютер у меня не маломощный средненький такой принципе покупал хоть его и четыре года назад но он для своих четырех лет он тянет отлично но сейчас не об этом давайте поговорим вот у нас загрузились картинки и давайте мы выберем ну не картинки яндекс а красивый фон для нет красивый фон вот для сайта мы выбирали его так и допустим мы нажимаем поиск может немного подлагивать у меня просто идут работы на компьютере и большинство компьютеров ну и еще один компьютер задействован интернетом поэтому может немного тормозить и давайте ну вот зайдем сюда заходим так вот мы вот это выбирали давайте выберем сейчас загрузит откроет ее не выбрали и давайте нажмем открыть в полном размере для того чтобы сохранить ну и потом мы просто его сохраняем сохранить и выходим отсюда во так теперь заходим на этот текст можно его перевести еще раз так и вот мы можем выбрать логотип стиля ну можно навести курсором и посмотреть что он из себя представляет шрифт можно вот такую вот огненный можно можно вот такой ну давайте вот такой вот выберем это можно закрыть загрузку так и здесь пишем название там на какое вам нужно ну например там ну пускай там я не знаю и также на английском нужно можно на русском но не все шрифты просто будут воспроизводить давайте эмси я не знаю что написать ну пускай вот так вот белка так шрифт шрифт также можно выбрать ну давайте например что вот смотрим можно вот выбирайте любой шрифт ну давайте оставим тот он принципе неплохой более-менее мне понравился такой вот как ежик сделан сейчас обновиться наша запись еще раз и вот теперь вот это вот размер текста обычно выбирает 80 и потом подстраивают уже там фотошопе или ну где вы будете обрабатывать свою картинку то есть будет ну это я покажу принципе фотошопе так здесь можно выбрать цвет например вот будет так сейчас посмотрим так вот так вот обводка будет красная так сейчас вот выделить выделение текста давайте выберем не знаю черное может быть оставим сейчас посмотрим давайте черное оставим я думаю вот так что у нас получается вот это вот что нам даст посмотрим спайк цвет это у нас что будет это получается внутри по моему текста или вокруг участень появится а понял это вот типа вот эти вот колючки но давайте оставим черное потому что он подбирает сам под себя какому цвет здесь же можно выбрать другой цвет самой но как текста например нам нужно с ней и вот обводка как видите она становится более ярче что ли так сказать ну давайте оставим нет это слишком я наверное думаю вот ну пускай где-то так все ничего не будем менять тут как ведь еще текст немножко меняется под цвет но оставим и можно выбрать тень можно выбрать тень также сейчас посмотрим что и нам будет вот так ну пускай допустим вот оставим вот так вот выравнивание сверху ну это я не выбираю никогда формат файла выбираем так здесь ничего не выбираем принципе и нажимаем создать логотип ничего принципе сложного нету здесь в этой программке вот у вас появилась вот такое окошко тут осторожно пишите что-то если вам нужно прочитать переводе графика храните только в течение часа и так далее также можно вот здесь скачать изображение если же вы зашли ну не через google и не можете перевести будет у вас написано don't float image ну то есть скачать изображение и также редактировать изображение рядом ну тут поделиться на фейсбуке twitter и также заходим например ну скачиваем вот она у нас скачалась мы сворачиваем у меня тут небольшой такой вот бардак на рабочем столе ну давайте так свернем и выведем нашу картинку надпись вот сюда так теперь заходим photoshop у меня же он adot photoshop s5 так заходим в него и сразу я ее возьму вот так вот чтоб не так не получается сразу ну ничего мы просто переместим вот так можно вот выровнять по границе чтобы не было этой штучки и и потом делаете например вот и переносите же сюда текст он получается вот такой вот небольшой если вам нужно больше вы берете просто увеличиваете его давай и потом двойным щучком если у вас photoshop ks5 или ks6 там разницы нет принципе вообще в кс photoshop давайте просто вот переместим по центру вот так дальше что мы делаем у меня ну заготовки есть это я расскажу в следующем выпуске ребят есть от блики все такое народ у меня папка специальная ну давайте выберем например так блики что нам дадут блики посмотрим какие здесь блики есть можно вот такую вот выбрать вот вы выбрали да и она вам не вас не устраивает потому что вы хотели только радугу а у вас есть черный квадрат вы просто выбирайте здесь вот такой вот слои и у вас получается ну это вот текст а вот это уже идет ваш полить blink извиняюсь и вот вы нажимаете просто замена светлым и как видите она исчезает и остается только радуга но она немножко цвет поменяла но тем самым уже как не будет того черного пятна ну давайте уберем нас этот не устроит блик допустим и давайте выберем ну я даже не знаю какой можно выбрать посмотрим давайте вот что вот это тут из себя будет представлять растягиваем его по всему месту и также делаем замена светлым как видите у нас исчезает здесь и появляется вот такое ну например вас это не устраивает и слишком ярко можно выбрать непрозрачность например вот так и пока скроем ну пока вот принципе вот так вот так теперь что у нас есть еще давайте посмотрим так сейчас минутку я выберу вам песню такую как под видео так сказать и вот можно выбрать еще раз покажу давайте выберем вот атакуют красный блик уменьшим его вот так вот и также делаем слои обычные и замена светлым и можно его поставить например вот сюда внутрь в принципе вот так вот прикольно получается пока так можно что там не блики а давайте посмотрим что тут еще есть градиенты я никогда не пользовался и гличами также другое здесь будет вот видите значок youtube photoshop photoshop там подпишись и разные картинки вот такие ну давайте выберем молнии посмотрим так что у нас мол давайте выберем вот такой вот как у меня стоит на моем канале вот так вот можно поставить куда нибудь или давайте же его переместим нет можно я думаю вот так оставить его или же нет она получается слишком марка слишком яркая я думаю здесь молния не пригодится можно вот такой пульс поставить в размере его уменьшить например ну допустим вот так вот да и также сделаем сейчас посмотрим замена светлым и поставить его ну допустим вот сюда или так куда пьем можно но я думаю так не подходит ну в принципе это нужно смотреть каждый блик каждый это куда подходит давайте сделаем огонь можно вот посмотреть что огонь какой здесь он наверное думаю не подойдет огонь можно рамки также то ноутбук телефон телевизор все сделать так стекло давайте посмотрим что стекло себя будет представлять посмотрим вот так вот раз обязательно в принципе растягивать нужно его на весь этот и замена светлым делаем в принципе вот так вот получается ну можно я думаю оставить так что у нас есть еще есть стили стилем я никогда не пользовался это нужно разбираться там что-то долго вот есть текстуры можно добавить текстурку так ну давайте посмотрим что можно добавить так а ну что вообще можно посмотреть как она будет я думал это фоны будут так добавляем вот так вот ставим двойной очкам и замена светлым получается не очень поэтому давайте уберем его так что можно еще добавить в принципе можно добавить вот такую вот помехи если видите ссылки вот ниже как вы сейчас видите вот они то это ничего нет они исчезнут вот сейчас увидите а как как их убрать никогда нельзя так а как же их убирал ну в принципе там это я тоже в следующем выпуске расскажу как убирать его и тому подобное ну давайте последний там блик какой-нибудь выберем без ссылок так можно выбрать что у нас давайте посмотрим вот такую вот вот серый поцарапанный металл или что-то такое кстати когда у вас идет выравнивание ну то есть по диагонали тут вот стрелочки как вы видели линий графика ну качество картинки не очень будет когда вы двойным щучком выбираете то она преобразуется и более таким становится ну как как сказать что ли лучше графика будет в принципе непрозрачность можно сделать 40 так что еще можно ну можно добавить там например вот другое там подпишись например если вы на на ютубе делаете там шапку или что-то шапку я буду делать ребята в следующем выпуске также делаю шапки на заказ это пример делаю шапки намного круче это я просто показываю вам как можно ну как работать вообще с фотошопом принципе не с фотошопом извиняюсь а как вот сделать вот такую картинку блики добавить и все с такое можно так сделать но я думаю лучше сделать ее просто обычную и сделать непрозрачность например там давайте 80 сделаем и выровнять ее ну вот где то так пускаем также можно добавить что здесь ну вот подпишись там на youtube например добавить картинку и вот получается как то так в принципе так что еще ну на ляписта я не буду слишком делать потому что будет некрасиво так сказать что ленточка что будет ленточка здесь не нужно ну в принципе я думаю такую картинку я оставлю просто для для себя я думаю может что-нибудь еще доработаю ей так ну я думаю на этом я закончу обзор текст акул текст точка ком как можно вот делать вот такой вот текст не затрудняя чтобы не делать там текст например добавлять и там с например выбирать какой-то качать текст и нет это лишнее время только будете тратить можно вот такой вот сделать как вы видели можно другое выбрать я не знаю еще что вам придет в голову какой захотите и поэтому я не знаю вот так вот получилось в принципе неплохо я думаю ну на этом я наверно закончу наш такой вот средний обзор по времени с вами был скрип подписывайтесь на канал ставьте лайки ребята кому нужна помощь или заказ шапок на канале у меня на главной шапке есть ссылка вы переходите по ней и связывайтесь со мной по той ссылке и договариваемся какую вам шапку нужно что туда нужно и так далее ну до новых встреч ребята субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok